итак вы скорее всего решили собрать семантическое ядро для своего сайта и не знаете с чего начать с каких вообще вещей стоит начинать что это такое вообще зачем оно нужно семантическое ядро и самая большая проблема когда вы его собираете что с ним вообще нужно делать как правильно использовать семантическое ядро в этом коротком ролике я постараюсь ответить на базовые вопросы которые задают чаще всего самые неопытные seo-шники либо новички которые только начинают изучать они интересуются вообще что такое семантическое ядро зачем оно нужно если коротко семантическое ядро на самом деле это упорядоченный набор слов их морфологический норм и словосочетаний которые наиболее точно характеризуют в деятельности товары услуги предлагаемые сайтом то есть что это значит это запросы которые задают пользователи когда пытаются попасть на страницы вашего сайта то есть представим если сайт это некий журнал и каждая страница имеет четкие поисковые запрос вы должны понимать какие запросы задают пользователи для того чтобы попасть на эту страницу для этого вы можете воспользоваться банально поиском гугла и посмотреть как люди гуглят те или иные запросы то есть проверить семантическое ядро можно непосредственно прямо в самом гугле и так поехали как проверить как люди гуглят итак мы зайдем в google и допустим возьмем какую-то очень простую тему допустим велосипеды вот мы сегодня будем интересоваться тематикой велосипеды как мы видим по запросу велосипеды выводится огромное количество сайтов которые продают велосипеды и вот например велосипед в одессе велосипед розетка то есть вы видите что есть огромное количество сайтов которые продают велосипеды то есть если мы ведь начинаем начнем писать пробелы увидим что google подставляет нам подсказки то есть есть велосипеды детские велосипеды горные велосипеды допустим там тут есть разных брендов скоростные и мы видим что есть определенные тенденции для поисковых запросов эти тенденции удобно использовать в приложении каким-то mindmaster для того чтобы забивать идеи видов продукт продукции которые вы планируете продавать например вы четко специализируетесь на всех видах велосипедов но продаете допустим не все бренды например бмв может вы не продаете велосипеды поэтому я рекомендую вам использовать mindmaster для того чтобы учесть иерархию вашего будущего сайта то есть например вот наша основная тема велосипеды и какие виды велосипедов вы продаете итак поехали посмотрим какие бывают виды велосипедов в гугле то есть мы видим есть детские горные скоростные значит так и пишем велосипеды бывают детские детские велосипеды горные велосипеды городские а скоростные если вы видите что вам идеи недостаточно вы хотите увидеть больше для этого конечно удобно воспользоваться двумя способами даже тремя первое это планировщик ключевых слов 2 это конечно же можно использовать кей коллектор либо можно использовать сервисы крупные как охревс и серпстат на по ним можно выловить какие бывают виды велосипедов и рассортировать их по типу есть еще более банальный четвертый способ это просто посмотреть конкурентов и посмотреть как у них организованы страницы например зайдем на первый попавшийся сайт который мы видим в топе и посмотрим как у него идет к категоризация этих велосипедов так здесь как мы видим ее нет здесь просто все перемешку заходим на следующий допустим на велике и мы видим какие они бывают видите кто-то уже заранее для нас постарался сделал все виды велосипедов то есть мы видим что огромный из к складные и шоссейные для триатлона тому подобное мы видим что этих велосипедов огромное количество то есть если бы мы брали все эти виды велосипедов пытались их продавать то конечно же нужно было бы учитывать все версии этих запросов для этих групп для того чтобы разбивать их по группам и наше видео сейчас цель скорее научить они пытаться собрать сейчас очередную копию этого магазина поэтому мы возьмем несколько вариантов как мы видим тут есть варианты видите есть и дешевые велосипеды велосипеды со скидкой группа то есть это реально люди это спрашивают то есть они скорее всего это учили поэтому мы возьмем детские горные скоростные для примера ну и давайте возьмем из конкурента выловим дорожные дорожные велосипеды вот вот наш сайт он будет продавать эти четыре группы в частности товара как же учесть все эти группы товаров для нашего семантического ядра то есть запросы явно общего формата есть запросы по видам я конечно же удобнее всего использовать это сервисы типа охрев серпстат либо вордстат кто пользуется яндексом мы будем нейтрально использовать планировщик ключевых слов для первой цели где мы соберем все наши ключевые слова по данной тематике вот мы сейчас поищем велосипед русские повезем велосипеды детские потом мы возьмем велосипеды горные добавим велосипеды скоростные и дорожные велосипеды покажем результаты и мы видим что семантику она собрала нам довольно таки неплохо сразу со всеми цифрами то есть у нас есть средняя статистика в месяц есть даже динамика запросов в месяц поэтому мы можем сейчас это все даже скачать в том виде как она есть и разбивка по платформам это нас меньше всего интересует нас интересует раз динамика итак мы скачали варианты ключевых слов и вот наша семантика в том виде как она есть вот у нас есть детские велосипеды и тут всевозможные то есть смотрите если бы мы разбивали сейчас это все просто банально в excel то есть не тратили бы там никакие другие там сервисы там просто бы делали сейчас эту разбивочку в excel то конечно же я просто бы использовал например вот эту колонку назвал бы ее группа отсортировал бы сейчас все запросы по трафику и здесь допустим сортировал бы детский здесь взял детские велосипеды протянул бы группу это все ключи связанные с детскими велосипедами да вы видите что есть ключи с нулевым трафиком вам скорее всего ключи с нулевым трафиком для seo не нужны следует помнить ключи с нулевым трафиком это значит что они будут показаны меньше десяти раз за весь месяц а средний CTR в поиске не составляет 10 процентов я даже так скажу средний CTR по органике обычно равен одному тире трём процентам в зависимости от того где вы показываетесь на топ-1 местах либо вообще на топ-10 то есть CTR это соотношение ваших кликов к показам в поиске и то есть если трафик у запроса 100 запросов в месяц вероятнее всего что вы получите по именно по этому запросу от силы пару кликов поэтому сосредотачивайте свое seo на узком профиле и обязательно семантически подбирайте наиболее трафиковые версии запросов для продвижения потому что если вы будете брать узкие версии запросов вы рискуете что да вы свои показы получите но кликов можете и не успеть получить по банальной причине конкуренции до конкуренции все она работает очень оригинально для того чтобы проверить свою конкуренцию вбейте себя в гугле и если по точному запросу уже есть 10 сайтов значит скорее всего конкуренция уже высокая то есть это значит что вы явно не первый кто пытается зайти на эту нишу то есть яркий пример если мы сейчас зайдем на google и в объем в гугле вот так вот запрос просто all in title и допустим велосипеды детские итак если вы хотите проверить свой уровень конкуренции вбейте в гугле all in title и в кавычках ключевой запрос и вы увидите если уже больше 10 сайтов содержат этот тайтл велосипеды детские вы можете для удобства подсветить этот вбить через control f и увидите если тайтлы содержат уже фактически больше 10 мест значит очень высокая вероятность что вы не первый в этой нише то есть если вы будете возить какие-то велосипеды там редкой редкой марки там там xs не знаю какой то да даже тут есть видите таких запросов вот если бы такой бренд существовал да и он бы имел трафик то да вы возможно в этом получили бы трафик велосипеды детские для девочек даже вот если даже такой запрос видите бы он уже тоже занят то есть обращайте внимание всегда на конкуренцию если конкуренция уже приличного запроса существует значит однозначно вы не первый будете на этом рынке в этом формате легко проверить занятость конкретного запроса для адаптации тайтл но об этом мы пойдем дальше итак как вы видели я здесь легкостью отсортировал детские велосипеды на вас осталось еще горные отсортировать то есть мы теперь для удобства скрываем здесь детские оставляем пустые здесь ищем горные то есть вот у нас теперь появились запросы связанные с горными велосипедами вот теперь у нас скоростные велосипеды скоростные вот скоростные велосипеды и теперь у нас остались только дорожные 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 велосипед видите вот они вот все наши запросы уже есть и остались остальные запросы которые наш нам нужно выбрать на главную как видите тут встречается всевозможные триколесные ну то есть это не наши вот мы ее берем велосипед купить велосипед велосипед купить купить и велосипед на украинском купить киев велосипед ремонт не нужен купить велосипед в украине купить воспитание в харькове допустим нас допустим нет мы берем киевский пример магазин велосипед украина велосипеды киев но список возможно будет даже большим велосипед в одессе нас интересует как выбрать велосипед это уже запрос другой страницы купить велосипед украина спортивный магазин велосипедов как вы видите это вполне нормальный ключ для этой главной страницы так 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 харьков мы сказали что мы не берем подростковый нас не интересует запчасти нас не интересует велосипед украина купить и но и для удобства можем сделать себе так вот просто здесь убрать все с нулевой частотой и без частоты а а здесь сосредоточиться данным только на пустых и здесь только допустим запросы купить купить как вы видите здесь собрались все ключи которые нам практически не нужны если шоссейный велосипед купить в украине новый и того ну допустим мы сильно не будем глубоко лезть вот на этом мы сосредоточимся в первую еще вообщем и чуть словом магазин вот кстати магазин велосипедовки власти педа магазин интернет магазина велосипедом 25 магазин он сделал велосипедом кстати отличные запроса смотрите вообще прекрасно то что нам нужно хотя даже я вот его бы взял на главное то есть если бы у нас там он продавал бы не только велосипеды да вот я бы эти ключи взял бы на главное потому что однозначно хотя вот здесь велосипед потому что здесь здесь у нас слово велосипеды велосипеды хотя в принципе она конкурирует друг с другом давайте все-таки у нас все будет велосипед этой будет наша главная страница мы будем изобретать велосипед как говорит и так здесь уже нам не нужно недорого купить в интернет-магазине продажа и как мы видим действительно много смотрите как их много ops на боку спортивные не нужны вот это все наши ключики по слову велосипед удаляем 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 и теперь смотрите я вот сортировал их теперь так отсортировать по группам по частоте это еще раз по группам и скрою пустоты вот наши ключевые слова которые мы собрали то есть мы потратили на это минимум времени на вот эту небольшую группу мы берем и выносим на отдельную страничку вот у нас есть группа и ключевые слова для этих страниц вот есть велосипед велосипеды горные как мы видим велосипеды тут много много запросов что-то под могло попасть не нужно но нас это не интересует сейчас мы возьмем и сделаем нам полноценную такое семантическое ядро которое удобно и приятно смотреть то есть мы возьмем сейчас все наши группы туда же в уфа попало но как вы понимаете я не сильно заморачивался сейчас на чистке запроса но желательно их чистить чистить от мусора убирать ненужные слова на самом деле в excel это делать очень неудобно но моя цель показать сейчас как в excel выглядит ваше семантическое ядро теперь мы сейчас сделаем сортировку их по трафику то есть наша задача отсортировать их по определенным значениям нас интересует трафик и можно посчитать динамику трафика в каждом периоде месяц и того вот мы получили общие запросы по нашей семантическому ядру берем ключевое слово итог сделаем для красоты разделители и вот наше семантическое ядро вот наш трафик у этих страниц как мы видим мы видим контекстный уровень конкуренции запросов как вы видите он высокий учтите что все важно теперь смотреть не только на сеошный уровень конкуренции но 2019 году нужно смотреть и на контекстный уровень конкуренции сейчас я покажу почему итак посмотрим на примере велосипед купить горный велосипед 1900 трафика как вы видите прекрасный уровень говорится трафика то есть отличное положение то есть если посмотреть там поставкам но по контексту конечно ключик дорогой это ценники в долларах берем ключик а нет нет это гривны все правильно это гривневые ценники берем ключик купить горный велосипед убивают его поиски и что мы видим а на минуточку мы видим рекламу мы видим рекламу в виде товаров да вот просто по запросу купить горный велосипед находится у нас реклама если возьмем просто горный велосипед то снова реклама еще снова реклама то То есть вы видите, что запросы купить горный велосипед, велосипед, они забиты рекламой. Сейчас это нормальная практика для того, что реклама забивает все место. Если мы зайдем в Винкогнито, вот, пожалуйста, мы. А Винкогнито реклама, как вы видите, нам не видно. Нас в основном идет встречает SEO-выдача. Странно, видите, как оригинально, купить горный велосипед мне рекламу не выдало, но следующий же запрос купить горный велосипед недорого, который мне предложил, но, кстати, мы его не рассматривали даже, забит рекламой. Купить велосипед горный, смотрите, реклама, реклама и только потом SEO-выдача. То есть что это значит? Это значит, что если вы планируете продвигаться по SEO и собрали семантическое дро, то вы столкнетесь с тем, что рекламные блоки будут сразу перебивать вам первое место в выдаче. И определенная доля кликов придется именно на эти строчки. Google, конечно же, зарабатывает не на вас, кто пытается продвигаться по SEO, а, конечно же, на контекстной рекламе. 90%, если не ошибаемся, мы дохода, всего дохода Google приходится исключительно на контекст. Может быть, даже больше, поправьте меня в комментариях. Но в прошлом было 98%, сейчас они развивают другие доходные направления, как мы прекрасно понимаем. Так что, скорее всего, цифры уже, возможно, изменились. Итак, если мы видим, что конкуренция в контексте довольно высока, то вы скажете, окей, ну тогда зачем мы продвигать сайты? Да потому что на самом деле SEO дает тоже трафик, и коммерческие страницы однозначно нужно адаптировать и правильно собирать семантику. То есть, как вы видели, планировщик ключевых слов позволяет собрать семантику просто на коленке, прямо в Excel, не усложняя никакую работу. Конечно же, для того, чтобы собирать семантику профессионально для отдельных фильтров, вы должны идти глубже, пробивать каждый фильтр глубже, смотреть цифры, смотреть статистику, изучать обязательно поисковые подсказки. Все эти вещи нужно изучать. Смотрите, собирая ключевые слова, пользуясь только одним сервисом, вероятно, вы не соберете все слова целиком. В этом плане, конечно же, помогают крупные сервисы, хорошие платные сервисы по сбору семантического ядра. Например, это тот же Ahrefs. Если в Ahrefs мы попытаемся поискать велосипеды, то есть нас интересует запрос велосипед, то есть мы возьмем, нас интересуют все запросы и, конечно же, нас интересует, чтобы содержало слово велосипед, горный, детский и, если не ошибаюсь, что у нас там было по нашей майндкарте, горный, детский, скоростной, дорожный. Вот как мы видим, большущая семантика собрана. 45 тысяч слов. Нам не нужны все эти слова, нам нужна только часть из этих слов. Даже более того, я бы слово велосипед, ну, конечно, нам нужно для главного слова велосипед, но я бы это оставил. Ну, смотрим. Вот есть такая семантика, в которую мы сейчас видим. Мы можем ее сейчас скачать. Ну, вот возьмем все... Ой. Давайте мы возьмем, скачаем не тысячу слов. А давайте 5 тысяч слов топовых скачаем без этого всего списка. Вот, пожалуйста, слова есть. Теперь давайте зайдем на наш всем удобный кластеризатор и разберем этот список слов за ограниченный период времени. Для этого воспользуемся ним. Так. Да, он некоторые слова игнорирует. Итого. Вот наше слово купить. Велосипед с большим трафиком мы его выкинем пока. Хотя мы можем оставить его. Оно все равно уйдет в минус, хотя пускай так и остается. Так. Наши обязательные слова. Дорожный. Если не ошибаюсь. Горный. Скоростной. Детский. Давайте учтем все-таки синонимы. Хотя вряд ли он, конечно, учтет. Детский. Детей. Детский. Горный. Горы. Скоростной. Скорее шоссейный. Скорее всего, это синонимы. Вы можете вписывать на синонимы любые. В зависимости от вашей тематики. Итак, нужно немножко подождать. Здесь есть бегунок прогресса. Если вас заинтересовал этот тур, вы можете посмотреть видеоролики, как он работает. Тул бесплатный. Ну, и, конечно, если вы хотите иметь огромные лимиты, он стоит там совсем небольшую стоимость денег. То есть, в самом деле, у нас один из самых дешевых, простейших тулов, который позволяет быстро разбирать большие объемы ключевых слов. Как вы видели, списочек практически на 5000 слов. И вот вы видите, что есть запросы. Детский. Купить детский велосипед. Да, обратите внимание, вот оно разбило. Есть велосипед детский и велосипед детский купить. То есть, оно посчитало, что это нужно разделять. Давайте, скорее всего, мы сделаем так, чтобы слово детский велосипед, оно не воспринимало как слово. Давайте будем его считать вместе. Вот детский велосипед мы будем считать как одно слово. давайте вот так. Мы этот синоним удалим и посмотрим, как это будет выглядеть. Смотрите, что если вы что-то меняете вот здесь, но не меняете в этом списке, лимиты с вас не списываются. То есть, вы можете сколько угодно переделать вот этот блок расширенный, расширенного редактирования. Это никак не ухудшит вам работу. То есть, у вас лимиты никогда не закончатся. Более того, есть очень удобная функция скрыть кластеры, которые не имеют смысла, то есть, где очень низкий трафик. То есть, для SEO, например, нет смысла создавать кластеры, да, там, с трафиком ниже 100. То есть, нет смысла на них тратить усилия. Так, и вот, как вы видите, вот есть горный велосипед трафик, детский трехколесный велосипед. Кстати, а детский велосипед, оно уже, скорее всего, а оно и не выйдет, потому что я сделал его как одно слово. Да, все-таки не надо было этого делать. Пускай оно так и будет. Итак, я решил сосредоточиться только на одном слове детский, чтобы выловить только все ключи, где встречается слово детский. И как вы видите, вот есть огромный набор кластеров, уже разбитых по группам. Например, вот этот кластер для статьи прекрасно годится для небольшой статьи. Этот, допустим, кластер годится для велосипед с ручкой, то есть, можно выловить. То есть, вы видите, что в утилите можно использовать разные методы сегментации для удобства. Допустим, детский велосипед ручка, детский трехколесный, то есть, вы видите, да, сразу уже видны кластеры, на которые есть смысл это разделять. Как вы видите, вот Киев неплохо выделить. OLX это конкурент, его можно, допустим, удалить, отминусовать, чтобы он не мучился. БУ, например, кластер вам не нужен. Киев, Харьков, Украина, детское кресло на велосипед, как вы видите, вот тоже отдельный, имеет спрос. То есть, я на самом деле для сбора этой семантики потратил минимум времени. Понятно, что ее уже можно перебрать, ее можно почистить, сохранить и оставить то, что нужно. Здесь уже видны бренды, которые имеют популярность, например, да, то есть, что люди реально спрашивают. То есть, если же вы видите, там дальше идет, там трафик нижний, покрышки на детские, видите, то есть, вы уже видите, как кластеризатор сам определяет самый популярный. Вот, пожалуйста, вам блоговый запрос. То есть, фактически, все перед глазами. Вы можете увидеть, здесь для удобства есть коммерческие запросы, они помечены значком. То есть, это геозапросы, то он понимает Днепр, как название города. То есть, в кластеризаторе вы можете быстро отсеять нужные кластеры и под них уже создавать страницы. То есть, их просто с легкостью можно сохранить и работать с ними. Соответственно, если мы возьмем другое любое слово, то есть, допустим, горный велосипед уже из обработанного списка, он очистит весь мусор и оставит только горный. То есть, вы можете там также поставить минус слова, допустим, чтобы не показывать те, которые вы учитывали. Допустим, отсесть все слова детские, оставить только все со словом горный и посмотреть, что будет. То есть, таким образом, вы избежите повторения ключевых слов в двух местах. Минус слова прописываются здесь. Итого, использование Ахревса и нашего кластеризатора позволяет экономить время для того, чтобы собирать семантику и создавать фильтры для страниц. И теперь мы переходим ко второму вопросу. Вот вы собрали семантику и куда ее нужно применять. Итак, поехали. Куда можно применять эту семантику? Ну, яркий пример. Если вот мы увидим семантику разбитую по группам, да, вот допустим, вот покупить горный велосипед. То есть, мы берем запрос купить горный велосипед. По запросу купить горный велосипед мы попадаем на одну из страниц. Давайте зайдем на велопланету, к примеру. И как вы видите, вот есть страница и у нее есть свой title. Title мы можем посмотреть в специальном плагине. Ссылочку я оставлю в описании. И вы видите, что он заточен под запрос купить горный велосипед. Если же мы забьем следующий запрос из нашего кластеризатора, который он выдает, допустим, купить горный велосипед BU. То есть, если мы возьмем этот запрос и вобьем купить горный велосипед BU. Мы попадем на страничку того же OLX и мы увидим, что он заточен под запрос горный велосипед BU. Или, допустим, на следующую страничку попадем горный велосипед BU в Украине это OLX, OLX. Или давайте вот попадем сюда на обычный сайт, не сайт объявления. Купить горный велосипед BU. Этот часто из Германии. Что это значит? В первую очередь самые главные ключи нужно использовать в тайтле. причем наиболее трафиковую версию желательно использовать в том виде, как ее пишут. Это первоочередно. Тайтлы фактически это то, как вас люди будут искать. Здесь, конечно, вы упираетесь в то, что я говорил в начале ролика. Это банально в конкуренцию. Почему? Потому что вы можете быть не первым, как я показал. Более того, вам может мешать контекст. Но, если люди так ищут, вероятнее всего, что так и надо. Конечно, вы можете попробовать прописать чуть-чуть по-другому, переставить слова местами, там где вроде бы трафик чуть меньше, но запросы меньше. Но я так хочу вам сказать, что есть определенная вероятность, что трафика вы можете не получить. Именно вот за счет того, что есть такое понятие для коммерческих страниц, что нужно, чтобы страница максимально соответствовала запросу, то, конечно, желательно тайтлы оптимизировать максимально под самый трафиковый поисковый запрос. Трафик вы можете посмотреть в пластеризаторе непосредственно в этих цифрах. Как вы видите, купить горный велосипед БУ имеет трафик больше, чем запрос горный велосипед БУ. И купить велосипед горный БУ имеет трафик в 10 раз меньше, чем в сочетании фразы купить горный велосипед БУ. А вот теперь задумайтесь, готовы ли вы рисковать трафиком в 10 раз, зная, что, допустим, там вы, допустим, возьмете место, а при трафике в 400, в 10 раз больше, места вы можете не взять. Для того, чтобы ранжироваться, важно не только соответствие тайтлу, важны просто сотни тысяч факторов ранжирования у того же Гугла и у Яндекса. Яндекс наиболее чувствителен за соответствие тайтла и запроса. Я даже скажу, он сверхчувствителен. Там нет такого понятия, как LCI копирайтинг, про который все говорят. Более того, я могу сейчас доказать, что LCI копирайтинг мертв. Если вы в этом не верите, давайте проверим. Мы возьмем запрос купить велосипед, там, как у нас было, купить горный велосипед БУ. Вот мы берем этот запрос и я его беру в точном соответствии, как он есть. Так, горный велосипед БУ. Раз, ага, с ним не так все просто. Горный велосипед, как видите, он идет с перестановками. Горный свет БУ, горный велосипед БУ. Но мы видим, что горный, горный Е. Вот, весь LCI копирайтинг сводится к тому, что вы можете только склонять. Заметьте, в тайтлах существует везде корень, то есть горный велосипед, горный велосипед, горный велосипед. Нет замены, велосипед для гор. Вы не найдете велосипед для гор в тайтлах. Нет ни одного. Вы увидите, что везде будет горный, горный горный то есть максимум либо велосипеды там велики вы не увидите в подсветке то есть lsi копирайтинг он может быть и работает для английского но в русском языке я так понял он нормально не работает поэтому в русском языке если вы планируете то обязательно используйте в контенте ключевые слова так как они есть потому что google проверяет соответствие страницы контенту по наличию на ней определенных ключевых слов важных маркерных ключевых слов если вы этого делать не будете вероятнее всего что ваша страница в топ не войдет ключевые слова нужны для тайтла ключевые слова нужны для контента и старайтесь чтобы использовались ключевые слова в контенте но google прекрасно понимает про это и у него есть соответственно такой зверек панда соответственно у яндекса есть такой город минусинск ой не минусинск баден-баден поправочка минусинск для ссылок эти оба фильтра направлены на то что они работают против копирайдера который наполняет текст ключевыми словами лишая их смысла более того баден-баден еще жестче вы можете написать вполне осмысленную статью полезную статью но просто из-за того что часто будете повторять определенные термины ключевые слова нас подхватит фильтр и улетит вниз и статья какая-то мусорная более-менее мусорная но с разбавленными ключевиками может выйти в топ общем баден-баден он слишком я бы сказал более жесткий так вот тексты должны быть если не ошибаюсь google просит чтобы на странице хотя бы было около 200 слов он тогда посчитает эту страницу более-менее полноценной яндекс более считает нам он делит статьи примерно по типу контента но тоже к словам он очень чувствительным поэтому если у вас есть возможность написать про какую-то рубрику какой-то неплохой небольшой контент напишите его и обязательно снабдите напишите текст так чтобы он был первую очередь ориентирован для пользователя встроить это если это будет рубрика интернет-магазины не пишите текст палитру внизу обязательно напишите тот текст который будет полезен потребителю но не забудьте конечно же про ключевики в частности как про наши велосипедные магазины то есть если мы зайдем на велосипедный тот магазин который мы смотрели коротенький текст они написали как вы видим он есть в начале простенькое вступление которое в принципе позволяет выбрать одесс в одессе велосипед то есть и видите он коротенький но нужные ключевые слова в нем есть велосипед мы увидим вот есть детские взрослые велозапчасти велоксессуары как вы видите нужные ключевые слова они постарались использовать в контенте даже в боди в этом текстовом блоке и так какие же еще бывают способы сбора семантического ядра конечно же существуют и более профессиональные сервисы которыми могут пользоваться в рунете я конечно же говорю про кей коллектор кей коллектор популярнейший сервис в рунете функционал которого трудно переоценить итак поехали этот короткий гайд будет немножко про кей коллектор я расскажу что здесь как работает и зачем он нужен кей коллектор в этом плане очень удобен в данный момент сейчас у меня семантика не про велосипеды здесь я собирал семантику для будущего сайта онлайн казино ну не важно семантика она на той семантика она бывает разная я собирал ключи и распределял их по группам для того чтобы перенести ключи из одной группы в другую я просто отсортировываю допустим любые из них ключи допустим допустим слово бесплатные вот видим слово я нашел такое слово и переношу их допустим из одной группы в другую например вот у меня соответствующая группа есть для этого запроса он видно один затесался и того здесь можно снимать метрики здесь можно искать слова разными методами если вы нажмете так вы будете собирать слова в wordstat если вы будете искать так то вы будете искать слова сейчас в данной текущей группе если вам нужно сразу поискать слова под все группы просто выбираете эту вкладку очищаете все значения и допустим заполняете эту колонки названиями группы и она будет искать по вот этим словам здесь же можно использовать сразу же операторы например вот так вот EGT например по-русски и начать искать Amatic то есть вы можете использовать этот для поиска для WordStat можно использовать такие операторы то есть на самом деле функционал достаточно большой здесь же можно добавить минус слова которые вы соберете чтобы сразу их отсекать сразу от ненужных запросов чтобы не лез мусор и сразу отсекать только то что вам нужно аналогично можно использовать и другие поисковые операторы например фразовое соответствие чтобы не было допустим когда вы собираетесь допустим запросы где порядок слов важен то есть именно здесь вот фразам соответствию можно здесь использовать это в Яндексе здесь также поиски есть по гуглу вы можете поискать по гуглу выбрать нужный регион язык и собрать нужные запросы сразу в нужную группу поисковые подсказки здесь я так скажу я пробовал разные поисковые подсказки но именно вот там где сейчас находятся мои галочки он собирает правильнее всего если я поставлю галочку на mail.ru или на Яндекс он собирает редкостный трэш который потом просто он просто словно соединяет слова как попало именно вот так галочки как стоят однозначно оптимальнее всего для сбора подсказок подсказки ютуба подсказки гугла он собирает именно реальные подсказки как люди спрашивают он делает ну реальный запрос под Яндекс словно как будто перебирает целые вагоны ненужных слов по поводу саджеста я проверял саджест Яндекса саджест гугла саджест Яндекса редкостный мусор саджест гугла более-менее но тоже собирает трэш поэтому я сразу говорю вот этой вкладочкой не очень удобно работать по гуглу более-менее сбор метрик смотрите когда вы вытягиваете слова через Яндекс он заполняет по умолчанию базовую частоту это значит что остальные частоты толком собрать не получится гораздо удобнее очистить потом базовую частоту и собрать все метрики по Яндексу здесь самая ключевая галочка это вот эта ключевая галочка это соответствие фразового запроса то есть например вот в моей семантике которую я собрал самый популярный запрос это слоты онлайн но если смотреть допустим по трафику следующий слоты играть онлайн но на самом то есть слоты играть онлайн слоты онлайн за деньги то есть и видите они идут по запросу а вот слоты онлайн казино его ищут реально всего 102 раза хотя по идее показ по нему гораздо больше причина в том что это широкое соответствие а это фразовое соответствие а если смотреть коммерческую ценность можно отсортировать по бюджету Яндексу и увидеть сразу самые коммерческие ценные запросы вот это первая десятка какая лукционно говоря будет там первые там 20 запросов это коммерчески значимые запросы то есть эти запросы годятся для контекстной рекламы для этой страницы и они максимально целевые для нее то есть фактически кей коллектор позволяет собирать семантику как для сайта так и конечно же для контекстной рекламы просто вы параллельно собираете и минус слова потому что вы сразу генерируете запросы и проверяете их на наличие минус слов вы можете потом собранные слова прогнать еще раз на сбор поисковых подсказок и проверить тянется мусор или нет если не тянется хорошо если тянется до расширить список минус слов так что в этом плане он шикарен можно также собрать статистику google adwords это довольно просто мы берем запускаем он запускается начинает парсить все цифры по google если вы сейчас вот будете ждать пока мы будем говорить они будут собираться и я их вам потом покажу кей коллектор в этом плане очень удобен потому что в нем можно переносить слова может добавлять слова и у него есть конечно очень простенькая кластеризация сразу говорю она очень простенькая она не настолько хорошо работает как кластеризатор но кое-какие методы позволяют в принципе упростить разбор групп я пользуюсь самым важным функционалом это анализ неявных дублей он позволяет находить дубли в конкретных страницах то есть если я допустим вот зайду попытаюсь сейчас в корзине наши дубли поискать он видит что есть дубли отдельных слов то есть и определяет по какой какие у них показатели то есть он предлагает допустим отметить их то есть мы можем отметить случайно и удалить не нужно то есть перестановки слов он воспринимает как дубли но вы можете выбрать критерий по которому будет выбираться та или иная перестановка в первую очередь допустим по фразовому соответствию оставлять тот дубль который является наиболее ценным чтобы допустим купить горный велосипед и купить велосипед горный в семантике у вас не было но оставалась только та версия которая дает максимальную максимальные запросы и не по широкому соответствую конечно же а по порядку слов и так как мы видим метрики у нас собрались да они очень быстро собираются google вообще мгновенно собирать метрики для этого мы должны просто выбрать нажать тут есть такая специальная волшебная палочка и у нас появятся циферки по гуглу так 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 мы сейчас выделим все значения и посмотрим по гуглу мы сегодня не собрали слова да как вы видите google работает немножко не очень удобно потому что он работает сторонним методом через переподключение поэтому это может быть что могут быть с этим проблемы смотрите здесь огромное количество множество других метриков одна из них даже нет метрики серп стат да здесь можно скидать снимать значения по серп стату это очень классно но сразу говорю если у вас api по серп стату заканчиваются вы потом снимать ничего не можете а метр эти api по серп стату в кей коллекторы улетает просто мгновенно вы вроде бы ничего не делали случайно собрали метрики а она собрала и все api серп стата у вас съелись так как вы видите здесь идет дебаггер он показывает как он работает как он соединяется да нам нужно сюда помогу ему чуть-чуть что еще полезного в кей коллекторе конечно же это то что вы можете здесь работать со словами через фильтры искать их как удобно переносить их из группы в группу экспортировать все итоги потом в excel что является минусом конечно же если вы выкачивали запросы из кей из любого сервиса допустим вы выкачивали уже статистику из охлевца выкачали циферки серп стата у них есть метрики уже готовые метрики уже готовая статистика то закидывая эти запросы непосредственно кей коллектор вы их закидываете именно как фразы метрики не переносятся к сожалению нельзя импортировать значение метрик и это жирный минус кей коллектору то есть обрабатывать уже готовые экспортные excel файлы гораздо удобнее допустим в том же нашем кластеризаторе чем закидывать запросы заново снимать метрики иногда не совсем корректно снимаются метрики потому что например я больше доверяю статистике в охревсе которую он показывает чем ту статистику которую мне покажет сейчас google adwords и это такая есть одна особенность потому что вот как вы видите он по google adwords вообще не смог статистику снять по этим запросам потому что запросы не совсем популярны то есть частота регионы они тут видите он уже показал 390 часто регионы да вот а фразовое соответствие 1186 то есть он показывает что в россии этот запрос ищет всего 390 человек то есть видите насколько разброс цифр то есть вы смотрите более того он выдает не всегда точный цифр там десятка это у него все это значит он ниже не берет здесь понятно он показывает что запросов как таковых нет и того вот этот жирный минус что нельзя перенести метрики уже классные метрики с охревса которые вы туда выкачиваете они там вообще просто это я считаю у кей коллектора серьезный косяк то есть то что их надо заново снимать вместо того чтобы их была возможность импортировать вместе с файлом я считаю что вот это есть говорится причина по которой кей коллектором я не всегда пользуюсь а просто собираю семантику в excel через охревс при помощи нашего кластеризатора и так семантика собрана и как я бы бы использовал ее по ключевым словам конечно же важно использовать разбивку по ключевым словам то есть если бы я собирал семантику для какой-то страницы например вот мы сейчас выберем страничка рулетка то есть у нас будет некая страничка про рулетку онлайн то я выделяю все ключевые слова которые здесь есть нажимая правой кнопкой мыши это единственный плюс который кей коллектор мне нравится и допустим я сейчас создаю новый список стоп слов новый список слов список три будет у нас и отправляю все слова список 3 которые здесь встречаются то есть я сейчас разбиваю фразу на слова это очень важно галочка разбить фразу на слова теперь я разбил фразу на слова и смотрю свой список 3 теперь я его вот так вот копируем открываю excel создаю новый лист и вставляю его и кстати не очень удобно потому что удобнее конечно так я вижу все слова без предлогов предлоги я могу поубирать они мне не интересуют там как выиграть то есть там реально и вот вы видите список слов по популярности как они встречаются в контенте я могу сразу убедить то есть я могу обыграть текст так чтобы каждое слово которое есть в моем семантическом ядре было использовано хотя бы в тексте потом я могу проверить методом control f поискать в контексте встречается ли одно из этих слов и это значит что хотя бы копирайдер эти слова учел трюк простой позволяет принципе продвигать статьи при помощи контент маркетинга вы создаете статьи разбавляете ключевые слова создаете контент так чтобы это выглядело естественно чтобы не был сайт просто страница набита ключевыми словами подряд разбавляете все при этом слова семантического ядра просто по всему тексту делайте так грамотно чтобы это легко читалось и не напрягало читателя но обязательно старайтесь самые трафиковые те кто идут сверху обязательно учесть либо в структуре либо в первых строках либо где-либо в контексте то есть этот простой урок сегодня я вам рассказал как собирается семантика какие методы существуют как правильно ее использовать и конечно же плюсы и минусы тех или иных сервисов чем пользуетесь вы обязательно напишите мне в комментариях хотелось бы увидеть как вы собираете семантику учитываете ли вы составляете ли вы также майнкарты для будущих сайтов и как в итоге выглядит ваша семантика да кстати бонусом покажу как выглядит готовая семантика вот по этому казино вы можете посмотреть вот она потом в итоговом варианте выглядит как вот след уже структура сайта то есть из кей коллектора я его выношу в виде excel файла вот для странички регистрации подобраны даже ключи получились то есть в принципе даже есть ключи для этой страницы то есть если мы зайдем допустим на любой раздел там рулетки мы увидим уже фактически вот собранная семантика сразу под ключи со всеми метриками ну которые пришлось собирать конечно же ручками то есть в целом семантическое ядро собрать достаточно быстро если у вас конечно есть соответствующие инструменты из инструментариев конечно же у вас должен быть доступ к планировку ключевых слов доступ к affrefs серпстат любому из этих сервисов но я считаю что нужно как можно больше их иметь удобно использовать кей коллектор я говорил почему неудобно где удобно где неудобно и однозначно удобно сортировать выбирать вот эти рубрики просматривая через наш кластеризатор то есть я в кей коллекторе не разбивал так вот на глаза я просто изначально в кей коллекторе смотрел где был собранных запросов как их разбил мне кластеризатор и уже разбивая по логике кластеризатора я разбивал запросы в кей коллекторе почему потому что мне так было удобно как вам удобнее расскажите в комментариях не забываем подписываться на наш канал подписывайтесь на наши подкасты мы стараемся там выкладывать всегда свежачок и конечно же до новых встреч и и и и и